всех приветствую на моем канале юля дурмаз видео записываю 22 марта сейчас начало 11 температура 12 градусов у нас похолодало но на туристов вы как видите на заднем плане это никак не влияет два дня у нас были ливни вчера в анкаре вообще был дождь поэтому как бы нормально что немножко холодно но туристы загорают ветер очень большой с вами мы сегодня обсудим все новости очень интересное видео у меня выйдет во вторник сейчас объясню почему вчера мне позвонил мой знакомый к нему приходила полиция он сдает свою от себя сдает свою квартиру в аренду здесь недалеко на крепости пришла к нему полиция и сказала чтобы он в понедельник пришел в налоговую инспекцию он мне позвонил попросил меня как перед переводчика с ним пойти что там ему скажут штраф или в общем все новости всю эту ситуацию я опишу и во вторник у меня будет видео выйдет в 9 утра кому интересно эта тема аренды о будете смотреть ну а сегодня новости и пляж кстати это единственная кафешка на клеопатрия на первом пляже которую еще не сломали все остальные уже там строительство полным ходом идет на других пляжах это я вам тоже покажу большая группа туристов подошла на пляж судя по внешности это скорее всего граждане германии ой какой ветер за две чашки кофе с кафе с молоком заплатили 140 лир 140 лир это где-то 4 евро одна чашка 2 евро стоит парке людей уже много смотрите вот так вот будут выглядеть пляжные кафешки однотипные одностандартные по мне ну это лично мое мнение так будет лучше мне кажется потому что вот эти разношерстные будочки как раньше были кто на что гораст так и строил ну смотрелось не красиво не не эстетично посмотрим курс валют в ченч офисе 1 доллар 31 лира и 1 евро 34 лиры кстати вчера центробанк турции ставку поднял до 50 процентов и сразу курс немножко обвалился пару дней назад за евро было 35 лир в ресторанах чтобы не повышать цены начали делать меньше порции но кто хоть раз был турецком ресторане тут знает какие здесь огромные порции поэтому я думаю меньше немного меньше порция никак не повлияет на желудок клиентов на едятся все на рабозан байрам официально в турции объявлено 9 выходных дней начиная с 6 апреля видите здесь иностранцы и турецкие граждане сидят кто держит пост кто не держит в основном светские турки они не держат пост а верующие люди конечно придерживаются мы турции уже запустили программу для туристов кочевников на визу регистрация уже открыта можно онлайн зарегистрироваться сервис будет доступен где-то через месяц или два вчера на канале я выставила видео сгорели в порту два корабля полностью сгорели поджог это или короткое замыкание еще естественно неизвестно будут разбираться и говорят что вроде бы на одном из кораблей была собачка привязана это конечно ужасно пишите комментарии подписывайтесь на канал на сегодня все берегите себя и своих близких мирного неба над головой всем пока до новых встреч